В Югре прошла закрытая презентация кинодебютов со всей России. Напомню, придуманный для молодых режиссеров формат Working Progress второй год включают в программу кинофестиваля Дух Огня. На встречах с продюсерами и директорами стриминговых платформ пока никому неизвестные авторы кинокартин рассказывают о своем проекте и презентуют первые наброски. У кого-то только видеоряд, а у кого-то уже готовый трейлер. В этом году в предпоказе приняли участие 8 киноработ самой разной направленности. Одни рассказали историю о войне, другие о художнике, третий сняли кино о жизни семьи, где рождается девочка с синдромом Дауна. Каждый фильм не похож на другой. Особое внимание уделили национальной тематике. Фильм якутского режиссера «Шаман» привлек особое внимание зрителей. И дело даже не в том, что в съемках приняли участие знаменитые актеры. Интересной оказалась сама задумка. Я снимал краеведческий проект в течение пяти лет. И все возможные исторические, археологические, какие-то этнические загадки, таинства, шаманов, все объездил. И вот это как-то в голове все накопилось. И сейчас занимаемся кино. Этот трейлер, можно сказать, трейлером таким расширенным, это вот впервые здесь показано и пока больше нигде не будет показываться. До окончания монтажа фильма это вот только здесь. В Сургуте в рамках фестиваля «Дух огня» прошел предпоказ блокбастера. Весьма необычный для России жанр. Научная фантастика с боевиком соединились в фильме «Идентификация» казахского режиссера Серика Бейсео. Он знаком российскому зрителю по кинохитам, по щучьему велению и конек-горбунок. Его новая остросюжетная картина рассказывает историю Леона, проснувшегося в лаборатории, обнаружившего, что в его мозг внедрен чип, с помощью которого он может управлять любой техникой. Но какие еще возможности и опасности скрывает в себе чип, Леону только предстоит узнать. Предпоказ прошел при полном аншлаге. Зрители отметили удачный монтаж, захватывающий сюжет и отличную графику. Напомню, часть фильма снимали в Сургуте на заводе СИП «Промстроя». Отмечу, что премьера «Идентификация» пройдет в Ханты-Мансийске на этой неделе. Жанр, который у нас не очень развит, потому что привыкли, что эти фильмы у нас поставлялись за границей. У нас там были развиты комедии, драмы. Но надо свое кино развивать. И, естественно, новые жанры – это очень интересный жанр, на мой взгляд. Поэтому, когда предложили снимать этот сценарий мне, я согласился, потому что очень люблю экспериментировать в что-то новое. И вообще люблю жанровое кино. И, в частности, этот жанр, научная фантастика с элементами боевика, можно так сказать, мне очень понравилось. Лучшие кинохиты покажут в кинотеатрах «Югры» совершенно бесплатно. Сегодня и завтра в Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Излучинске, Сургуте и Пытьяхе продолжатся кинопоказы популярных фильмов в рамках кинофестиваля «Дух огня». Югорские зрители смогут увидеть фильмы кинокомпании «Централ Партнер Ширп». Это громкие премьеры нынешнего и прошлого сезона. «Холоп-2», «Бременские музыканты», «Поехавшая», «Повелитель ветра», «По-мужски», «Байкал», «Удивительные приключения Юмы», «Императрицы», «Петр Первый», «Последний царь» и «Первый император», а также «Вызов», «Далекие близкие» и «Подельники». В Югре подготовили план мероприятий по проведению в регионе года народного сплочения. При его подготовке учитывались предложения представителей общественных организаций, добровольческих объединений и молодежных сообществ региона. Всего запланировано 45 основных мероприятий, в их числе конференции, фестивали, слеты, выставки, творческие конкурсы, национальные праздники, акции, субботники и викторины. Отмечу, проект плана прошел общественное обсуждение на портале «Открытый регион Югра». Среди запланированных мероприятий – гастрономический фестиваль «Вкус Югры» и национальный праздник «День оленевода», конкурс патриотической песни «Вера, величие, память», а также театральные фестивали и многое другое. В Покачах организуют временную занятость подростков. Договорная кампания стартует с 1 апреля. Первую зарплату смогут получить около 200 человек, они будут работать в лагере «Каскад». Временные рабочие места организуют и для других категорий населения. Например, с этого года граждан предпенсионного возраста трудоустраивают на 5 месяцев. Работодателю при этом полагается компенсация по зарплате – 21,5 тысячи рублей. Служба занятости помогает и одиноким родителям, и многодетным, инвалидам. Также в Покачах проводится работа по трудоустройству выпускников. Временное трудоустройство выпускников предусматривает работы до 5 месяцев. Далее уже работодатель смотрит, либо переводит на постоянное рабочее место, либо они вновь к нам возвращаются. Как правило, временные рабочие места создаются в основном в летний период, когда граждане, работники уходят в отпуска. И временно работающие граждане получают такую же зарплату, как и основной работник. Бурим лунки, спасаем рыбу. Накануне в Нижневартовске состоялась экологическая акция, организованная известным югорским общественником Митхатом Хасановым. Десятки неравнодушных жителей города вышли на лед Комсомольского озера и пробурили порядка 200 лунок. Но не для ловли рыбы, а ради спасения водных обитателей. Такую акцию общественники Югры проводят уже несколько лет. В конце марта, когда в скованных льдом водоемов заканчивается кислород, если в реках течение создает промойны, где есть доступ к воздуху, то в закрытых озерах, кроме человека, рыбу спасти некому. Сейчас как раз такое время, когда лед наиболее толстый, внизу подо льдом практически нет света, нет никакого фотосинтеза. Те растения, которые там были, вырабатывали кислород, они уже могли умереть все. И происходит вымещение кислорода водорастворимого, а рыба начинает умирать от гипоксии. Я вот позвал своих друзей, допустим, отдельная благодарность МЧС за то, что приехали сюда. Тоже помогает нам семейство Хасановых в полном сборе. Мы запускали рыбу. С 2013 года запускаем рыбу сюда, в Комсомольское озеро. В Югре с 25 марта начинается поэтапное закрытие зимних автомобильных дорог и ледовых переправ. Первыми в этом сезоне сегодня закроют автозимники и ледовые переправы Кандинского района. Поэтапное снижение грузоподъемности автозимников и ледовых переправ началось уже накануне в связи с потеплением. В остальных районах Югры действуют ранее введенные ограничения грузоподъемности. Сроки закрытия будут определены в соответствии с погодными условиями. В местах, где зимняя автомобильная дорога и ледовая переправа закрыты, выставляются запрещающие дорожные знаки и создаются искусственные заграждения. Оперативную информацию о закрытии зимних автомобильных дорог и ледовых переправ вы можете узнать на сайте управления автомобильных дорог. В Хантумансийске модернизируют привокзальную площадь аэропорта. В частности, планируется расширить парковку. Дело в том, что за последние пять лет пассажиропоток в окружном центре увеличился на 14%. Имеющаяся парковка не справляется с нагрузкой. Югра Авиа заключила договор на разработку концепции развития аэропорта. Она включает в себя разработку архитектурной концепции планировочных решений с 3D-визуализацией при вокзальной площади и подъездных путей, а также благоустройство стоянки аэропорта. При этом въезд общественного транспорта, как и прежде, будет беспрепятственным. Школьников Сургутского района научат правильно действовать в условиях пожарной опасности. Специально для подростков в Барсово управление ГО и ЧС Сургутского района разработали квест. В спортивно-игровой форме шестиклассники оттачивали действия при чрезвычайных ситуациях. Участники прошли шесть практических этапов эвакуации из максимально приближенных к реальным пожарным условиям, медицинская помощь пострадавшим, работа в очках дополненной реальности, строевая подготовка и, на всякий случай, стрельба. Отмечу, что школьники прекрасно справились с заданиями, ведь все они участники юноармейского движения. Считаем данное мероприятие очень важным. Сегодня мы попробуем на базе Барсовской школы. В дальнейшем учтем все недочеты, если такие будут, и будем уже развивать в целом на территории Сургутского района. Данное мероприятие будем проводить во всех школах. Обязательно данное мероприятие будем проводить в рамках летних каникул в детских лагерях. Я думаю, это один из таких интересных моментов, чтобы как можно больше детей на практике могли обучиться и уже в дальнейшем узнать, как необходимо себя вести. Археопарк в Ханты-Мансиске может стать комфортнее для горожан. На территории достопримечательности может появиться детская игровая площадка, зона для изучения народов Севера, информационный павильон для туристов и места для отдыха. Проект по преображению общественного пространства участвует в голосовании по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда», созданного по решению президента. До 30 апреля каждый житель региона старше 14 лет может поддержать понравившуюся инициативу на платформе 86.городсреда.ру. Проект, набравший наибольшее число голосов, будет реализован в 2025 году. В Когалыме пройдет бесплатный показ спектакля про Югру. 28 марта в 15 часов в Театре «Мираж» состоится спектакль «Полет над Югрой». Премьера стала возможна при поддержке администрации Когалыма. По сообщению театра, постановка погружает зрителя в поэтический мир сказок, легенд и мифов народов Севера. Она рассчитана на людей старшего и младшего возраста. Также отмечу, что в спектакле использованы стилизованные национальные костюмы, ожившие картины, вокал и хореографические зарисовки с элементами боевого искусства капоэра. Югра занимает второе место среди регионов Урфо по количеству гостей на международной выставке-форуме «Россия» и входит в топ-30 регионов страны по этому показателю. Активнее выставкой интересовались на Урале только жители Свердловской области. Югорчане активно обменивались впечатлениями, делились фото и видеоконтентом с площадок форума. Международный форум предлагает гостям не только взглянуть на достижения всех регионов, но и посетить мастер-классы, лекции, выступления артистов, гастомонамические фестивали. Изначально выставка-форум должна была завершиться 12 апреля, однако позже ее продлили до 8 июля.